Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать в нашей передаче «Игромания на диване». С вами Василий Копейкин, Лей Радна, диван, игромания и замечательный проектор от LG. Вот такой вот маленький, с вот таким вот большим, замечательным экраном. Картинка, которую она выдает, просто замечательная. Единственное, что, конечно, камера не передает всех благ, но вот на мой взгляд, на взгляд Димы, я думаю, даже на взгляд Леи, все совершенно прекрасно. Сегодня мы решили, что будем играть в Dark Souls 3. Как раз завтра выходит DLC, последнее для Dark Souls 3. Так как мои сохраненки потерялись, я, конечно, не знаю, успею или не успею сегодня пройти до конца игры, но попробую немножко поспидранить, докуда дойду, докуда дойду. Здрасте, Мария, Зиппермен, Бейстер. Слушайте, я не знаю, как-то так создалось. Я был в гневе на Dark Souls за то, что потерялись мои предыдущие дырцы сохранения и решил создать вот такое странное существо синего цвета. Ну, как-то особо не парился с настройками и такое получилось. Да, приветствует Стефан Гиллари, привет всем остальным. Спрашивают, ребята, будет ли сегодня диван гореть? Не знаю, сейчас увидим. Сейчас увидим. Учитывая, что я хочу попробовать по-быстрому это все пойти, пройти, я думаю, да. Говорит, вряд ли успеешь, только треть игры. Треть игры? Мне почему-то казалось, что это где-то половина. Но если считать дополнительные две локи, то да, наверное, это больше все-таки треть. Ай, падает. Что падает? Башня падает. Башня не падает, башня загорелась, все нормально, не переживай. Сейчас был эффект, как будто она падает. Правда, был. Почему она не черная? Ну, видимо, Вася считает, что черная. Какой-то Георгий Михайлов мне почему-то написал в личку «АТАТА» и скинул наш анонс стрима ВК. К чему это? Меня сам слышно хорошо. Лей удали после стрима сохранение у Васи, вот тогда это будет пожар. Ну нет. А потом забанен Вайстед навсегда. Мне с ним еще работать. Хочешь, Вася сам, приходи, удали. Если... Получится. Если такой, как это... Если такой смелый. Отдайте мне, пожалуйста, что вам ответьте мне. Посмотрю, на что тебе ответить. DLC нет, пока что еще DLC недоступно станет, оно доступно сегодня в 12 часов ночи, если я правильно помню. Сегодня мы просто попытаемся добраться. Спрашивать. Да, кстати, я вот узнал, что для DLC нужно именно полное прохождение игры. И кроме этого, желательно быть больше сотого левела. Торчебан спрашивает, Вася, привет, писал на игромане по поводу кулона, никакого ответа, так и задумано. А, слушай, прости, пожалуйста, да, мы еще не успели прочитать все сообщения, в скором времени ответим, не переживай. Я понял, я могу вообще не говорить, Дима, добрый. Я говорю. Так, здрасте, мужчина, я тут немножко не был готов. Какой концов ты хочешь пройти его? Слушайте, на самом деле я изначально начинал на секретную концовку, потому что, как вы видите, у меня есть опустошение. Я долго вспоминал, почему я похож на скелета. Вот, потом вспомнил, что у меня дополнительный персонаж уже в городе стоит, который появляется после смерти одного из предыдущих торговцев, вот этого странного как раз. Я хотел изначально пройти как раз на секретную, попробовать, но пока что не уверен, что я на нее иду, хотя вроде все правильно дело. У меня даже квест с луковым рыцарем почему-то правильно сделан, я даже не знаю как, но я вот вчера как раз бегал по храму глубинных, или как-то он так забыл, к сожалению, как называется. А, башня не падает, башня тушится, я думаю, она загорается. Ладно, в общем, по храму бегал, и там как раз квест с луковым рыцарем, оказывается, был выполнен правильно. А что за секретная концовка? Что в ней происходит? Лучше посмотреть, ну блин, не хочется так спойлерить, там есть секретная концовка, скажем так, со свадьбой. Вот. Я, к сожалению, полностью не помню, что для нее нужно выполнить, но, по-моему, там чуть ли не всю игру нужно с опустошением пройти. Это было прометчиво, сагрить сразу троих, но я, наверное, тут и полягу сейчас. Или нет. Вася, после следующего босса будут очень важные мутки для достижения секретной концовки. Да, 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 я помню, они будут как раз это... Кстати, пишут, что секретная концовка – это есть правильная концовка, так ли это? Ну вот, да, многие пишут, что это правильная концовка. Так, что-то я много на него эстаса на одного потратил, ну ладно. Так, если кто-то вдруг знает, вы подсказываетесь, что? Потому что я уже плохо помню, я когда-то прочитал, что на нее нужно, на эту секретную концовку. Тут уже спойлеры приветствуются, потому что... Ага, нужно еще стрелы одеть. Я что-то подзабыл. Нет, давайте обычные деревья. А, нет, обычные лучше, да, давайте обычные. Знаешь, что я скажу? После того вот стрима по викингам я дома сыграла на ПК и прям небо и земля. Да? Удобно не хочется. Настолько просто вот... Но там реально Dark Souls получается в мире Диаблоидов, если я правильно помню. Я за первый... Потому что там без перекатов вообще, по-моему, выжить нельзя. Я вот у Олега еще немножко посмотрел на стриме, и он понял, что без перекатов вообще сложно. Нет, ну это да, но там настолько все проще, настолько как-то легче все дается. Я на первой миссии вообще ни разу не умерла. Умерла один раз на второй, ты знаешь, так в серии нелепо. Там начало отвлеклась и по стрелу попало. А так все... Разница, конечно, огромная для тех людей, кто не привык. Несмотря на то, что даже изометрия, все равно на родном ПК играется полегче. Ну, ясно, понятно. Вот он истинный ПК-гейминг. Да. Легче! Да ёпрости-то, я в него... В смысле, он уклоняется там, что ли, отстрел? Я понять не могу. Он еще и похилялся. Все, никто не похилялся здесь. У Васи есть невеста, то он свадьбу хочет. Ну, он... Ты понимаешь, что с вами будут не у главных героев? В смысле, у меня жених здесь должен быть, если вы неправильно видите. Вот, ребят, у Васи есть жених. Да, Тарас, и ваши вопросы. Ну, в игре, да. В игре мы уже встречаем нашего жениха и не раз. Все плохо. Все плохо, бегает, обнимает все подряд. И еще мог фиговую тучу агрит. Так, мне еще одну башню, по-моему, нужно... Так, сначала надо отъедусь. Все, пошли радужные капы сейчас. Кто бы сомневался в этом. Как же без радужных капы-то? Так, стой здесь. Вот так тебе. Так. Тут, 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 тут. Тут, по-моему, последний... Нет. Боже. Я потерял последнюю башню, ребята. Мне нужно еще одну. Почему игра не толерантная? Почему у Тянки не может быть невесты? Не знаю. Тут, как бы, тут при создании персонажа это определяется, если я правильно помню. Ага, я нашел еще один костер. Это хорошо. Охотного ДЛС будет до последнего босса? Или надо будет пройти его? Я так понимаю... Я так понял, что как раз нужно пройти именно последнего босса, да. И рядом с последним костром появится костер, который будет отправлять вас к боссу. Может быть, конечно, я не прав, потому что, не забываем, ДЛС еще не вышло, и точно пока ничего не известно. Что там, простите? Опять проголосится. У вас есть жених, понятно. Теперь, я думаю, мне это надолго запомнят. Ну, ничего, еще долго Диме бить и блок будут. Напомню, я думаю. Мы прощаемся с Владиславом. Почему? Да, сама. Потому что. А, потому что. Мне нравится ответ «потому что». Хороший ответ. Всегда так. Просто «потому что». Не, ну, ты, конечно, не прав, я не спорю. Так, если кто-то вдруг мне может напомнить, где последняя башня, я буду очень рад. Хотя, тут я знаю, да, обычно эти объяснения. В плане «иди налево». Ой, а ты уже пошел налево. Нет, нужно направо. Вот эти вот топовые объяснения. Хотя я сам, конечно, попросил, я прекрасно понимаю. Но так просто. Я не знаю, за что я борюсь. Мне интересно, что здесь лежит-то. Горящая оскола Кости. Это хорошо, кстати. Там уже все обсуждают в будущем свадьбе. Говорят, что Дима в своем ГВТ-блоге первым делом ее осветит. Дима нас уже ненавидит, по-моему, за это. Дим, прости. Блин, игра подглючивает. Сейчас, простите. Да, если что, играем на ПК. Поэтому, может быть, что-то не очень хорошо. А кто-нибудь скинет мне этот блог Димы? Он только для своих, да? Он только для лакшери-саскрайберс. Лакшери-саскрайберс? Боже. Боже. Ты думаешь, ничего не знаю в бьюти-блогах? Как кажется, Дима сейчас это нас забанит просто везде. Вырубит трансляцию и пойдет домой. Скажет, идите вы со своими бьюти-блогами. Такой, я из-за Москвы пошел. Блин, я забыл до сих пор Олега Рам поздравить с днем рождения. Надо после стрима не забыть ему отписаться об этом. У него вроде сегодня. Да, у него сегодня. Да, друзья. Так что, если кто-то вдруг это... Знает, кто такой Олег Рам. Да, знает, кто такой Олег Рам. Иначе известно, как Шоу Рам. Да. Поздравляйте его с днем рождения. Как вводить картинку из игры на стрим? С помощью программ, таких как UBS или XSplit. И для этого вам еще нужно записаться на бета-тест ВК и получить доступ к бета-тестированию стриминга ВК. Здрасте, мужчина! Здрасте! Блин, друзья, слышите, напомните мне... Ну, тут ведь через контакт. Через контакт то же самое. Совершенно точно так же, как на Twitch, на Goodgame и на другие площадки. Просто вот использовать те же программы и тот же процесс. Только нужно... Друзья, напомните мне, для секретной концовки, можно ли во все ковенанты вступать или в какой-то не нужно вступать? Даже вот, типа, говорить с этим чуваком. Я вот, к сожалению, не помню. Ладно. Только, соответственно, для того, чтобы получить ключ трансляции ВК, нужно, чтобы у вас было разрешение для этого. А так, технически, в основном, процесс точно такой же. Друзья, пишите, доп.босса будем убивать. Я в курсе, но в ближайшее время точно не будет этого вопроса. Что там? Возможно, так же пробейте блок. Так же проводите блок. Так. Ну, пока не пишут ничего. Но если кто знает, то скажите, пожалуйста, товарищи. Да. Так, что, доп.босса убивать будем? И сейчас на нем гореть будем. Убивайте, он горит, будем. Так, игра, прекрати глючить, пожалуйста, спасибо. Пишут будем? Пишут будем. Но я не хотел. Ладно. Сделаем почитерски. На бок, мне всегда вопрос задавать по-другому. Ребята, разрешите мне не убивать до босса. Разрешите мне не убивать до босса. Тогда бы не да, ну, сказали бы ладно. А тут, конечно, да. И всех под нож. Так, мне кажется, здесь кого-то можно позвать. Или нет? Я не вижу ни одной надписи на земле. И только на нахалку говорит, да спидрань надо же, да ЛС пить. Ну ладно, пойдемте тогда забьем. Вася забил на всех остальных зрителей и послушался только на нахалку. Да. Ну, сказали спидрань, значит спидрань. И все. Так. Зря, правда, тогда уголь потратил. Ну, надеюсь, не потеряю его до того, как к боссу доберусь. Так, я не помню, как вот туда. А, вспомнил, кажется. Так, здесь есть секрет. Чувствую себя человеком из бункера. Так как не играл в Dark Souls. И отчего непонятно, почему этот аватар носит и с ничем что-то делает. Смотрите, принцип игры Dark Souls. Есть два колокола, иди звони. В принципе, остальное неважно. Все. Так, и здесь еще... А как же перекаты? Да, можно без перекатов. Серьезно, можно? Ты пробовал? Пепел мечтателя. Отлично. Нет, не пробовал. Аааа, игра. Не глюч, пожалуйста. Спасибо. Так. Вроде все. Пойдемте искать тогда этого. Того самого. Последний. У него же руки-ноги должны гореть. Типа убил босса, да. Кого руки-ноги должны гореть? Ну, когда так спускаешься с лестницы, это же очень горячо должно быть. Ну, мы состоим из пепла, поэтому. Мы всегда горим. Завтра на июле будет трое ведущих. Федя, Пекла и Аня. Возможно, там просто... В смысле трое. Возможно, когда меняли расписание, оставили Анаина. Может быть, просто кого-то забыли убрать, но нет, будет Федя и Женя, Евгений Пекла. Вот. Да, ё просто. Отравление. Для секретной концовки сначала нужно Диаконов убить, и потом только Легион Мёртвых. Я Диаконов убил уже. О, павушки. Диаконов я уже убил. Я вот не помню, где последнее... Это... Да нет, был вопрос чисто про этот персонаж. Так как видал стримы Дортсвольс раньше, и там всё время ходил какой-то рыцарь. А здесь вот аватар. Ну, я просто на самом деле так одет, потому что я всё с нагрузкой парюсь, и хочу её всё меньше и меньше, для того, чтобы перекаты были подольше. Могу, конечно, одеться, и буду не синим, а именно там бронев какой-нибудь, но я не люблю, если честно, просто ходить с тяжёлой бронёй. Отравление снова. Ать, 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 ать. Так, комок пурпурного мха у меня ещё вроде достаточно. Эть, эть. Ненавижу эту локацию только потому, что здесь куча вот этого вот яда, и ты в нём двигаешься, как я не знаю кто. То есть персонаж всегда был синим, я так понимаю, что там возможно есть выбор. Хейзл, жёлтый палец? Ты чё? Там, скорее всего... Ох уж эти NPC. Где ты, Хейзл? Я тебя уже один раз убивал. Сюда иди. Палец жёлтый. Ты где? Ты где? Палец жёлтый. Завтра парни будут у них и журналы, вероятно, да. Ну, скорее всего, обычно. Ещё расскажут, кстати, про RG, который у нас всё-таки выполнил. Один из наших зрителей-читателей. Не буду говорить, кто. Но кто-то это сделал первым. Здрасте. Я вообще Хейзл ждал, если вы не в курсе. Ох уж эти черепа. Ох уж эта магия. Так, а можно ещё больше черепов, пожалуйста? Говорят, для секретной концовки ещё нужно не стать лордом полых. В смысле лордом полых? Ну, вероятно, как-то можно не стать. Напомните, пожалуйста, что означает лордом полых. Полых, полых. Ну, я понял. Просто подскажите, что это означает. То есть я уже её, хотите сказать, завалил. То, что сейчас я полностью опустошённый. Или нет? Или наоборот? Если ты не стать лордом, то, наверное, не лорд. Возможно, для этого что-то ещё нужно сделать. Ну, я-то, понятное дело, не лорд. Да, я просто человек обычный. Василием зовут. Вот. Я понимаю. Шишутки за 300. Не очень хорошие. Сегодня по скидке за 30. Там кто-то в меня. Не убивать хранительницу в конце нужно. Хорошо, ладно, не буду. После легиона найти жениха в катакомбах, потом обязательно убить его телохранителя. Он сам в Медзопещере. Это я в курсе, да. Это я сюжетку и так проходил. Так, мужчина. Давайте я просто вот здесь. Лорд Василий Окопейкин. Василий Окопейкин, да. Так. Отлично. Вот теперь должны открыться ворот. Вот она, у неё когда тушится огонь, так ощущение сначала бы как будто накрениться чуть-чуть сюда. А это эффект вот огня. Опустошим нужно быть обязательно, вот пишут. Да, хорошо. Скоро ли второе дополнение будет? Я понимаю, что завтра. Да, завтра уходит. Причём сегодня на завтра. Сегодня в 12.00. О, в 2.00. Ну, как-то в 0.00. Ну, как-то в 0.00. Оно появится. Вот. Вот это. Правило? Так, я ещё живой. Это хорошо. Это главное. Теперь бежим. Сколько вообще времени занимает полное прохождение Dark Souls? Нет, ну игра, что ж ты, что с тобой не так. Полное прохождение Dark Souls, слушай, спидранят и за часа полтора, по-моему. Насколько я помню, я могу ошибку. Бац. Это было бы у меня. Ещё понять, почему игра глючит. Потому что, к сожалению, мне это немножко печалит. Тут босс изи. Да. Насколько помню, он здесь не такой уж и сложный. Сейчас, секундочку, друзья, вспомню просто, что за настройки. Давайте поставим максимальные. По-моему, здесь освещение нужно выключить. Напомните, кстати, если кто помнит, по-моему, освещение здесь на низкое ставишь, и всё окей. Вот размытие движения мне тоже, кстати, не нужно из САО. Можно выключить тоже. И сглаживание. И всё, остальное оставим на максималках. Так. Говорят, что нужна ещё чёрная метка, которую даёт пилигрим в раме огня, когда бесплатно левел поднимаешь. Так у меня уже всё это сделано, друзья. Пилигрим-то у меня помер, если что. Это было опрометчиво. Так. Я бы за душами сбегал, если никто не против. Для начала. Чё началось это, ребята? Так. Умри. Умри. И вот ты. Давай. Так, хорошо. Там люди обсуждают, кто за сколько проходил. Кто за 40 часов, кто за 60 часов. У меня первое прохождение, по-моему, заняло 38 или больше 40 часов. Нет, игра всё-таки до сих пор почему-то подглючивает, к сожалению. Так. Видимо, мы находимся слишком далеко для того, чтобы попадать из лука. Да, уголёк я всё-таки потерял. Да что-то. Ты ему в пост сначала попал. Что-то. Угу, здрасте. Нет, или тут, что-то идёт. Мимо проходил. Это было больно. Ещё и отравление. Ты же, наверное, его почти и убил, это, по-моему, нет. Ты когда стрелял, у него как-то полоска совсем снизилась. А, он сам почему-то умер, я даже не знаю почему. Видимо, в огонь зашёл. Так, и отравление, пожалуйста, с ним. А, у меня мух закончился, чёрт. Придётся стоять ждать. Хорошо, что тебе остаётся только сыграть свадьбу. Чё? Тогда остаётся только сыграть свадьбу. Если ты всё же сделал. М-м-м. Не, ну мне остаётся только вот с... Это... Как раз с телохранителем вот это всё сделать, провернуть. И, собственно, дойти до конца игры, если я правильно помню. И ни разу не снять при этом... Так, откуда вот здесь этот мужчина появился? Вот эта вот, что ли, штука? Или нет? Зачем делают такие сложные игры? Чтоб люди страдали. Всё просто. Так, сейчас откуда-то появятся существа, мне кажется. Или нет? Да, всё верно. Огонь их убивает, так что... Ну да. Видимо, можно было сразу заводить. Здрасте, мужчина. Я по чифе части Dark Souls прошёл на клаве и мышке. Где моя чифка? Ой, началось-то, началось. То есть, почти всем мне нравится вот это вот слово. У меня вдруг прошёл первый Dark Souls на клаве и мышке без всяких патчей даже. Поэтому он не знает, что такое неудобно управление. Будет очень обидно умереть просто от отравления. Что такого неудобного в управлении Dark Souls на клаве и мышке? Это... В чём-то проблема. Ну, это считается неудобным. Ай! Всё славил. Так, ладно. Душу, по крайней мере, в костру я ближе дотащил. Теперь же подсказывает не убивать убийцу, который под статуей плысят. А, этого-то... Хорошо. Вот, кстати, вот это я забыл. Это, по-моему, тоже один из пунктов для свадьбы нужных. Ну, ничего. Нам недалеко за душами идти, и можно не убивать... Не ходить убивать вот этих мужиков. И перед Аноур Лондон зайти в гробницу ещё. Аноур Лондон зайти в гробницу ещё? Вот это я, кстати, уже не помню, ни что такое Аноур Лондон, ни что такое гробница, к сожалению. Потому что если вы мне напомните, буду вам очень признателен, друзья. Так. Тебя подбадривают из чата. Не теряй надежды, Вася, сохраняй решимость. Да всё нормально. Сейчас вот уже к боссу пойдём. Чё тут дело? Да умри. Эть! Идём к боссу. Так. Будет смешно, кстати, если я всё-таки на этом стриме дойду до последнего босса. Камень утраты. Я бы не была так уверена. Вы не против, если я вас убью? Спасибо. Не, я тоже не буду так уверен. Класс, мы вас крылья. А можно я их и заберу? Нет? А если ты прошёл бы просто мимо него, он бы тебя не атаковал? Атаковал. Потому что вот, видишь, там вот есть главный чувак, который всех поднимет, и они всё равно всё на меня бегут. Это аватар, спрашивает Олег из контакта. Нет, это не аватар, кто с такой внешним видом главного героя. Вася, синяя женщина с анорексией решимости, у него достаточно. А у неё не анорексия, она просто не человек. Вот и всё. Так, сюда. Спускаемся. Не знаете, Нарлонда, встань и выдевайся. Не, я просто уже не помню. Потому что я очень давно проходил в первый раз Dark Souls. Ну как, очень давно, на старте. На старте буквально за неделю-две. Ну, в смысле, не игрового времени, а реального. Неделю-две проходил. Вот. А, я вспомнил. Это, кажется, замок, да? Ну, пока, я вижу, есть сообщение богиня. А то есть, это к ней или нет? Это может быть богиня? Я думаю, нет. А может, они игра от твоего персонажа? Ну, может быть. Не знаю. Не люблю я этих птиц. Он не нарцисс похож, а такие, знаешь, фактически, горгулья. Ну, не то, что горгулья. Они же, скорее, гарпии. Прикидываются людьми, а потом у них появляются крылья. Это было очень, конечно, хорошо, да. Я такой молодец, прямо-таки. Решил за спину противнику зайти и просто упасть вниз. Нахалка передать ей благодарность. Говорит, что ей помог твой способ. По поводу переноса сейлов, я так понимаю? Ну, вероятно. Она сказала, что он поймет. А, ну, да не, хорошо. Я рад, кстати, что заработала. Приятно смотреть стримы, когда на них не просят донатить. Нет, ну, вы, конечно, можете, если очень хотите. Да. Я думаю, ссылка там внизу есть, но да. Мы никого не принуждаем, к этому не заставляем. Это право каждого в этом плане, поэтому если хотите, донатьте. Не хотите, не донатьте. Так. А Норландо, это где Олдрик бегает. Вход в гробницы, будет перцветовой лестницей за иллюзорной стеной. Все, тебе стало лучше. Нет, не стало? Боже, я... Теперь я понимаю, что я забыл вообще все. Когда-то я это помнил. За иллюзорной стеной вход в гробницу. Кажется, я догадываюсь, о чем вы. А кто их там... А, я вспомнил! Да, они тут... Угу. Тут сами сражаются со всеми. И вот эти вот рыцари, по-моему, очень... Не очень. Но мимо них мы пройти просто не сможем. Так. Это больно. Подожди секундочку, мужчина. Че-то у него не сбивает мои удары атаку. И сейчас, кажется, мне станет худо. Потому что я совершенно разучился хиляться во время боя. А можно меня точно так же научиться блокировать? Вот просто типа выставил руку и сблокировал. Будете ли делать стрим на DLS по Dark Souls? Да, будет завтра в расписании. Да, завтра у нас уже назначен стрим в 13.30. Я думаю... Если, правда, не успею допройти, то, скорее всего, придется играть с чьих-то сейвов, друзья. К сожалению. Потому что, сами понимаете, всю ночь... Я попробую, конечно, всю ночь сидеть. Но, как видите, у меня очень много времени на это должно уйти. Да и не то, что должно, а просто уйдет. Винтовая лестница рядом с коридором Гвендолин. Гвендолин? Винтовая лестница рядом с коридором Гвендолин. Тебя называют мистером... Я вспомнил, кажется, про что это. Мистером Манхэттеном. Мистером Манхэттеном, да, да, да. У одного человека реакция... Только это девушка. Да, не аватара, а мистер Манхэттеном. Миссис Манхэттен. Миссис Манхэттен, скорее. Так, простите, я слетаю, прокачаюсь, потому что уже как-то тяжко. И на боссе сейчас будет тяжко. Плюс у меня там есть пепел и кость. И это мы все можем здесь заюзать. Спрашивают, где скилл у стримера. А? Это что такое? Где скилл? Что такое есть скилл? Объясните, пожалуйста. Дима забрал весь скилл. Ну, Дима говорит, что он его забрал, но я просто не знаю, что это такое. Передать пепел, дать пепел мечтателя. Я не помню. Рассказайте, где вы нашли пепел. Да. Так, что у тебя здесь тогда появилось? Да, ничего интересного. Носпех изгнанника и кожаные перчатки. Где можно посмотреть расписание стримов? Я не знаю, есть ли на ютубе расписание. В твиче внизу на ютубе нету. Там просто места нет. На ютубе есть ссылка на твиче внизу в описании. Можете перейти на твиче и там посмотреть расписание. Оно, кстати, если что, друзья, сейчас не полное. Оно будет еще обновляться. Не переживайте. Но все обязательно обновится. Я не помню, зачем я сюда зашел. Я хотел еще проверить. Может, я еще и осколки находил. Укрепить. Нет, не находил я осколки. Так, теперь на один тыловый лок мне должно хватить. Так, а куда у меня мужчина-то делся? А, он тот вон еще стоит. Ну-ка пойдемте, вон с тем поговорим. Мужчина. Что вы мне хотите сказать? Аплодисменты. Вот, именно ради этого я к тебе и подходил. Так, спасибо за аплодисменты. Вот у тебя, по-моему, я все, что... И... Так. Не беги вперед. Там будет замес. И тебе останется только добить пару врагов. Да, я в курсе. Да, я просто сбегал за душами для того, чтобы вернуться и прокачаться немножко. Так. Давайте вкачаемся в силу. Потому что, мне кажется, мне очень силы не хватает. Я, кстати, вспомнил, что я еще забыл. Женщина. Я не танцую. Продать предметы. И мне нечего тебе продать. Хорошо. Ладно. Идем дальше. Тут, кстати, друзья, я очень давно не играл в Dark Souls. Сейчас зашел и, кстати, понял, что, судя по всему, здесь или нет. Ладно. Мне просто казалось, что здесь показываются, где у тебя осколки эстуса остались и где ты можешь сходить их забрать. Но, видимо, я был неправ. Да. По поводу лагов, да, друзья, к сожалению, не знаю, по какой причине они происходят. Но вот какие-то подтормаживания очень сильные есть. Вполне возможно, что это из-за карты захвата. Но, может быть, и нет. Потому что у нас, к сожалению, вот сегодня, расскажу, почему мы запустились попозже, друзья, и сразу извинюсь за это. Техника подводит. Только после третьей перезагрузки компьютера у нас заработала карта захвата. Я не знаю, что это было. При первом подключении она писала, что якобы я не пробежал вперед. Это вот, да. Иногда... Нет. Сколько у него стамини, интересно. Можно мне столько же помочь? Что за игра, спрашивает Александр? Так вот, у нас просто сначала Айвермедиа почему-то писала, что картинка находится... Ну, то есть, картинка большего разрешения, чем она может захватить. Потом только до меня дошло, что когда кабель вытащен, он, наверное, должен писать, что сигнала просто нет. А он пишет, что все равно сигнал выше разрешением подается. В общем, только после третьей перезагрузки она заработала. После первой и второй он вообще не находил ее. Товарищи, которые спрашивают, что это за игра у нас. Игры всегда написаны на названии трансляции. Но это Dark Souls. Ее прям стыдно сейчас не знать. Это Аватар. Да, это новый Аватар. Аватар Souls. Спрашивает, что это за женщина рядом с тобой. Здравствуйте, я эта женщина. Я ли рада? Рада познакомиться. Он все равно идет сюда. Он все равно идет сюда. Так, ладно. Это игра Аватар! Она есть на PC. Нет, это игра Dark Souls 3. Нет, это игра Аватар. Мы просто ее стремим задолго до выхода игры, до ее анонса игры. Первый анонсируем. Секретный анонс. Сколько? Три? Блин, она слишком много есть. Ладно, давайте в эту башку походим. Просто потому, что она мне нравится. Еще есть у меня что-нибудь Еремии? Нет, по-моему. Это вообще 8,6. Ладно, будем просто такой башкой ходить. Чтобы никто не спрашивал, это что, Аватар, что ли? Так. Это будет Аватар с грибом на голове. Да, почему бы и нет. Он же так меньше похож на Аватара? Или я не прав, друзья? Скажите. Он похож на какой-то дикий глюк, если честно. Дикий глюк? Как будто, знаешь, мужик одел на себя костюм хромакея. Худой мужик одел на себя костюм хромакея. Только не зеленый, а синий. Костюм хромакея? Ну, для хромакея. Хорошо, ну я понял. Да, и на голове у него вырос гриб. Хорошо. А потом в хромакею берутся это и будет один левитирующий гриб. Мне нравятся дренейки, мне тоже нравятся дренейки. Дренейки прям. Дренейки? Да, дренейки. Откуда дренейки? Да. Ой, все. Ой, все. Я так понимаю, видимо, из ведьмака. Нет? Нет? Все плохо, да? А-а-а. Из Вова. Дренейки, дренее. Раз, а второе дополнение. Бернинг Розеев. Дренее. Синие женщины. Ой, все. Слушай, Варкрафт это было так давно. Я вообще никаких названий уже из него не помню. А вот и боже мой. Дренейки старкрафта подсказывают. Из старкрафта? Да. Видишь, я не один такой. Да. Так, здесь что-то валяется. Дренейки с пометкой клубничка, да, всякое, с дренейками. Всякое с дренейками. Я смотрю, ты знаток, да? Всякое с дренейками. Да не только я, есть целый раздел на тематическом сайте, который называется «Всякое с дренейками». И там много. Так и называется. Да, «Всякое с дренейками». Так, вроде успел. Фантом, приходи. Главная боль, уходи. Перед выходом последнего DLS, последней игры, решили по ней замутить стрим. Ну, вроде того, просто еще... Да, да, да. Так, слышь, воин солнца, давай, вставай. Иди помогай. Вася уже упоминал, что предыдущее сохранение конца игры потерялось, и сейчас не дам. Да, и из-за того, что у меня... Я узнал через какое-то время, что на самом деле у игры нету облачных сохранений в стиме, и... Эм, окей. Ладно. Тут герой выглядит ужасно, если честно. Треснувшее око. Хорошо. В смысле мой герой выглядит ужасно? В смысле? Тебе не нравится мой герой? Да, я на нее смотрю и как-то беспокоюсь. Он прям, я не знаю... Больной гриб. Как будто бы у него, знаешь, выросла вот эта опухоль в виде гриба, и сейчас она, не знаю, разорвется. Ты везде рассеешь свои споры и сам умрешь. Самая красивая сцена, по-моему, во всем в Dark Souls. Хотя, может быть, я не прав, потому что я, к сожалению, пропустил предыдущие DLC. По той же причине, потому что облачных сохранений в стиме нету, и у меня потерялись все мои сейлы при переустановке винды. Мне кажется, ее, кстати, в скором времени снова придется переустанавливать. Потому что у меня наушники стали работать в режиме 7.1, работают только в режиме 5.1. А почему не всегда? Ну, потому что, когда в режиме 7.1 нажимаешь проверка звука, он пишет, что невозможно воспроизвести тестовый сигнал. А на всех остальных устройствах возможно. И когда наушники, переводящие в режиме 5.1, все тоже работает. Блин, я совсем не помню муссет. Так, слышь, воин солнца, ты захочешь ли куда? Воин солнца, мать твою! Вот я тоже хотела спросить, тут Вейти спрашивает, это главный герой из Bloodborne, он все равно напоминает. Ну, что-то похожее есть, кстати. Вот эта вот шляпа гриба, да, тоже чем-то похожа. Воин солнца. Ты почему не зашел, воин солнца? Он не может, что ли? Неужели до сих пор этот глюк остался? Ну, нет. Фух, зашел. Да. Тихо, 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 аккуратно, аккуратно. Почему в этом какой-то мужик шарится, а? Да, Дима там, да, у нас там Дима, он, если что, просто отвечает за техническую часть. Он всегда незримо с нами. Какой-то мужик. Какой-то мужик Дима. Это мужик, да. Так, осталось понять, кто из них босс. Ну, раз уж у этого полное здоровье, видимо, не он. Ай. Храните бездну, иди. Оп! Ать! Да сколько у вас здесь? Тут же еще вторая форма будет. Боже, я забыл. Надо ее сэкономить. Так, все. Отлично, вторая форма пошла. Так. Здрасте. Ай. 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 Живи. Так. Воин солнца, давай. Я в тебя верю. Я вот метательный ножичек один кину, если ты не против. Ау. Это было больно. Так. Подожди. Погоди, 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 погоди. Воин солнца. Может, ты просто умрешь? А? Я тебе и звук постреляю. Держу. Так. Воин солнца, ты куда вообще убежал? Ну, он услышал, как ты говоришь ему, что он умер. И он такой, все. А, он тоже решил просто из лука пострелять. Видимо, понадеявшись, то у меня хилок больше, я так полагаю. Нет! Тихо. 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 Да. В чате удивляется, что ты луком используешь. Ну, понятное дело, но, сами видите, у меня эстаса мало осталось. Вася, Катя, да. Вася узнал, что за числово кайтинг и решил попробовать. Да, но, судя по всему, мне придется все-таки. Тихо, тихо, тихо. Чего у меня стамина-то так мало? Мне почему-то казалось, что в моем первом прохождении все как-то проще было. Я не вкладывал все в выносливость. Слушайте, да что ты? Да не горит у меня. Вот и все. Что случилось, Дим? Все в порядке? Вовремя. Очень вовремя. Молодцы. Так. Есть кто-то вдруг хочет помочь? Я же спрашиваю, что без фантома не можешь пройти. Он же изи. Друзья, я тут как бы... Нет. Не такой профи, как вы, поэтому мне сложно. Этот босс тяжелый для людей, которые не могут в парирование. Да. Я плохо умею в парирование. Учитывая, что я не пользуюсь щитом. Во, говорит АМР Скай, в общем, говорит, что он может тебе помочь. Без проблем, подходи, я тебя призову. Для этого, мне кажется, ему надо добавиться к тебе, потому что... Не, ему достаточно просто оставить метку, и вполне возможно, что именно я его призову. Еще можно, кстати, попробовать... Ай, я забыл про тебя, мужчина. Мужчина, если я про тебя забыл, это не значит, что меня нужно... Просто Скай, хорошо, будешь просто Скай. Будет ли полное прохождение на стиме? Вряд ли. Просто сейчас, Дима, Вася... На стиме, это имеется в виду. На стиме, навряд ли. Я думаю, мы не успеем с моими способностями. Дима, Дишеса хочет помочь, Панча хочет помочь. Да, тем более у нас уже есть практически полное прохождение на YouTube, друзья. Так что, если вдруг хотите посмотреть именно полное прохождение, то... Почему экран мелкий? Да вообще маленький, мулипусенький. Ребята, мы на самом деле играем просто с проектора, играем на стене. И экран вот он размера с наш диван. О, снова Ния. Здравствуйте, Ния. Просто, возможно, у вас так визуально кажется на камере. Давайте... Сейчас возьмем какой-нибудь вот похлопать, например. И... Одобрение. Поставьте пароль. Да нет, зачем пароль, если... Так вот, сами там разберите. Да что вы оба-то на меня? Вы же друг против друга. Вот друг с другом там и... Говоритесь, ребят. Вот друг с друг... Друг с другом говорю. Да что ты начал-то? Опять этот рыцарь. Не люблю я рыцаря. На какой платформе играете? Что-то Ния как-то не появилась. Я вот думаю, ты играешь на... На ПК. На ПК на помощь контроллера с... На Xbox 360, да. Скажите, это новая игра плюс? Вроде с других... Нет, друзья. Нет, не NG+. А, ты уверен, что можно с единицей? Не уверен, но, по-моему, можно. Почему нет? Ну, вот сейчас я говорю, что можно только с NG+. Канетиться. В смысле, если у меня не NG+. Если у тебя NG+. О, Чернорук Годдард, здрасте. Вы со мной готовы сходить? Ребята, привет. Новое дополнение вышло в Steam. Разве оно должно быть ночью? Да, вроде как выйдет сегодня на завтра. Закачка сегодня началась. Да, я видел, что сегодня началось скачивание DLC, но, если я правильно помню, то доступно оно станет только... Возможно, там был, просто, знаешь, пропущенный вопрос в этой серии «Привет, как дела?». А, может быть, не знаю. Так, ну, оно что-то скачивало, кстати, насколько я помню. Может, конечно, я не прав и уже... Говорят, что с паролем не должно быть ограничений. Поставь пароль, и я смогу помочь. Это говорит, что несколько разных людей, так что, может быть, их стоит послушать. И в смысле ограничений в чем не должно быть? Ну, на то, чтобы добавляться друг к другу, помогать друг к другу. Так и без этого нет никаких ограничений. Ну, давайте поставлю, если так хотите. Сейчас только вспомню, где это делается. Подбор игроков включен. Пароль. Дим, набери что-нибудь там, пожалуйста. Что-нибудь понятное. Ну, люди сейчас увидят. Игроман. Хватит. Вот. Видимо, знак призыва без ограничений. Голосовой чат спрещено. Играть по сети. Все. Давайте, призывайтесь. Вот видите, где стою. Но вполне возможно, что я больше даже призвать не могу, потому что видите, что у меня опустошение. Я, правда, вроде завязал эти пальцы. Вполне возможно, что двоих я должен смочь призвать. Так что, друзья, рисуйте свои знаки. Я посмотрю, есть ли они или нет. Так. Если у них выше уровень, то они не смогут подключиться. Ну, там несколько сотен раз. У меня уровень, кстати, да, пока что маленький. Тридцать девятый всего лишь. Вы точно уверены, что он вообще когда-нибудь играл в серию Dark Souls? У меня лично уже большие сомнения. Я прошел только третий до конца. А так вообще и первый начинал, и второй начинал, и даже немного поиграл на самом деле в Demon's Souls, который на PlayStation 3 доступен. Ну вот, смотрите, DeathStok. Давай, призып Фантома. Надеюсь, что он сейчас не двумя ударами его заборет, конечно, потому что это, я думаю, будет неинтересно. Ну, что-то не идет призы. Давай! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! от полда говорят микрофон минус смотрите ой даешь 3 мгн соус мета плотина выбито если что помогу говорить вести будет долго хотя кстати полное прохождение demon souls я бы наверное замутил на что это насколько я помню считает самым хардкорным из всех соус игр дождите ребят я душ не успел схватить demon souls был последний игрой в сирии с которой познакомился и понравился нам не больше демон souls последний был нас который он познакомился там каждый босс как головоломка не то что в последующих частях слушай может познакомился популярнее но он вполне может быть я точно так же для начала я пытался поиграть dark souls сторон не зашел на тот момент потом появился бладборд я начал играть него и вот он мне прямо очень сильно за что уже не первый раз спрашивает будете ли вы проходить глазбор 2 когда он выйдет тогда если он выйдет потому что многие считаются что это судя по всему утка победили и судя по всему он не засчитан все равно да окей бывает спасибо кстати да спасибо большое во все новые игры надо вас интересные новые игры в некоторые даже заранее почти большой до 100 если правильно прочитал твой них сейчас будем идти дальше вернем наши души так делать сочетая самым хардкором только за деревянного управления ну да кстати там управление правда деревянные но к нему можно привыкнуть без всяких проблем я вот говорю знакомы у меня без всяких настроек привык к управлению на пк с клавой мышкой 1 dark souls это будет очень долгий speedrun это будет долгий speedrun да и перестал играть я не помню как я честно в первый раз его прошел но как-то прошел так единственное что по-моему я не получу это души с босса а нет при 25000 нормально еще на 2 левел должно хватить так точно что за мульти ботбор 2 будет или нет на ребят пока еще неизвестно есть где-то арт но ему пока никто не верит вот мне интересно что вот вы видите друзья рядом с хранителем без нас стоят вот три таких штуки я к сожалению не знаю что они означают и мне кажется что означают они как раз наличие осколок эстуса но я могу быть неправ здрасьте девушка здрасьте 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 да снова я до связано долгом да я в курсе верность темной луне хорошо обрадовался она не всегда появляется насколько я знаю нет 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 не хочу снимать метку я хочу повысить уровень если я ветку метку сниму то у меня пропадет как раз важный персонаж для секретного суббота на концовке шмар у нас чате поет краски попсовые песни никакие про имя любимое мое это по моему который вайн сроу 405 а спинерсоу смысле а здрасте спинерсоу последок здоровается до окна всегда такой еще гребаная беларусь и вот это вот все это тоже от него пошло так я сейчас чуть не продал почему вася всех называет женщинами а ее девушкой обозвал мне косичь красивый вероятно поймает поэтому я вот не помню почему он здесь а кажется я вспоминаю это знаете как видимо отличить такой момент личной симпатии не я просто помню побочный квест который у меня с не связаны он совершенно случайно для меня был открыт здесь с побочными квестами прям вообще топово все сделано на самом деле в третьем dark souls и ты сам не понимаешь как их делать но у меня каким-то образом получилось выполнить большинство из них хотя самое сложное это с луковым он с луковым рыцарем и с ним у меня как-то вот с первого раза получилось все правильно сделать и дополнение пройти да если речь о втором то стрим по него будет завтра недам дополнение будем завтра проходить сегодня попробуем сделать все для того чтобы на твиче внизу может посмотреть наше расписание на эту неделю там уже полностью выложен на первые три дня на четверка и пятница ночи будет начнется даже там можно посмотреть что будет когда будет кто будет играть во сколько так блин давайте тикатану больше качать чушь раз уж есть чем я вообще хотел еще прокачать на самом деле вот этот меч он вполне плохо хотя и не помню так где он здесь эти попробуем как раз его потому что я не помню по мне с ним потом продолжал бегать вроде всего мне хватает кто-нибудь знает как можно будет попасть в dlc в dlc но вы имеете ввиду как раз новая в новый dlc можно будет попасть с помощью костра после последнего босса или до него я к сожалению да вот нахалка пишет что попасть в локацию нужно отправиться в печь первого пламени финальная локация dark souls 3 и там будет еще один костер если правильно помню нет ребят не вышло еще новое не интересе пока еще не вышло будет в 12 ночи сегодня доступны если я правильно помню атака вообще в стиме она уже скачалась но сама по себе разблокируется если правильно понимаю попозже так ну что давайте попробуем побегать с этим мечом но я совершенно его не помню так мимик night ну не знаю не уверен что мне она есть по паролю то понятно откуда он я надеюсь что он не будет нам мешать все таки будет помогать но сейчас увидим вы на пассажир 4 гамма тянет сейчас на пока так я насколько помню это безумный а нет все-таки это темный мне кстати темные пару раз помогали без всяких проблем духе это ужасный меч если не собираешься парировать нет миллиона стамины узнать сейчас обратно верну тот который у меня у тяготану по моему прям самое то я вот больше всего вот мне кстати в новый да подожди ты подожди да я переоденусь мне вот больше всего кстати нравился вот этот уручный меч но он правда с текущими характеристиками я не могу уносить он был в каждой части dark souls и во втором он был самым топовым насколько я помню так но я хочу вернуть свою тяготану и мне кажется что сейчас вот в этом вот во всем я ее навряд ли найду вы на мониторе или к телику подключились друзья мы играем на таком вот 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 на таком вот маленьком проекторе замечательном от lg который выдает такую вот замечательную картинку вот так что на нем кстати выглядит все совершенно замечательно ура нашел наконец-то катану что это мой уголь спасибо за уголь так сна и румяна муки да хватит глючить игра пожалуйста так я вспомнил мне нужно вот это вот кольцо она как раз где-то здесь но я к сожалению забыл где а я вспомнил этих классных скелетонов которые классность совершенно тебя убивает но я не об этом я просто вспомнил этот классный классную гифку где скелетону так тут раскручивается и сталкивать тебя с этого моста постоянно не хочешь еще не целого персонажа зачем он и так одет шмотки такие не ну если хотите давайте во что-нибудь нормально оденемся без проблем не особо весомая чтобы у нас оставалась возможность перекатываться особо весомы это видимо доспехи разбойника судя по всему так вот эти вроде неплохие перчатки чародея есть кто пробовал просляться и вк мы пробовали здрасьте 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 здесь спрашивают хороший вопрос вы когда так кажется юбку придется одевать он давайте в юбке побегаем все-таки девушка как-никак еще вот уже лучше сейчас хотя бы на тролли похож на тролли да ну тоже из вова они часто роли этом жрецы часа бегут длинных юбках таких и длинных платьев да не только девушки худой синий тролль худой синий тролль звучит как это так вот ты давай давай ты еще раз как прошлый раз делаешь просто улетишь с моста нет не хочешь давай да не я улечу с моста ты улетишь во-во тролль шаманы об этом и подумала это что тролли шамана на голове какой-то грипп это уже в общем-то по все понятно станет ищу угля давайте кстати раз уж нам там десяточку гля скинули я думаю как раз его и возьмем а что за проектор его может включить компьютеры и я не понял можно смотреть обычные фильмы и как же они тогда играют без всяких проблем можно что угодно подключить фактически это просто замена монитору только она выводится проецируется на стену ну или на специальную подложку дайте угадать от спинерсов спросил или нет спинерсов смотри там в чате периодически появляется ссылка еще и в описании есть в описании там такая большая кнопка ты можешь нажать и посмотреть что за проектор можешь себе кстати приобрести такой без всяких проблем я думаю у вас беларуси он тоже продается блин я совершенно забыл это локация прямо копия данжей из блатборда да да лабиринтов есть что-то здесь знакомая черт друзья мы кстати до сих пор не померили но уверена что больше 100 выдает ну вот по ширине он реально какой диван на который мы сидим и высоту там еще не знают какого размера у нас диван вот от меня вот вы творите вот моя рука вот моя рука вот диван до кончика ты здесь это количество за кадром но тем не менее вот вы понимаете и от вас и примерно столько же то есть здесь может целиком лечь взрослый человек еще место останется тогда померено сказала ну короче в ширину где-то меньше трех метров больше два с половиной нет это не два метра больше чем два метра до с половиной или даже больше сказала бы где-нибудь 2 и 7 на 16 так я взоромню отлично но в общем в длину точно 2 говорит что видимо больше бери рулетку мере попугаях рулетка здесь есть при этом не горит главный вопрос игровой никакой диакональ и какого размера диван сколько у вас диван так какой диван вы рекомендуете для игр любой где мой правда ли что чем больше разрешение экрана или проектора тем сильнее нужен процесс оперативка видюха короче жили спинерсов да да можешь не читать его комментарии разрешаю я уже через раз считаю спинерсов от диагонали не зависит для большей диагонали не нужно большего больше производитель не в комментарии про стримеров я уже не читаю это хорошо ну это да но мне кажется на таком проекторе кстати намного лучше бы наверное выглядело разрешение в 4к но вот кстати не уверен поддерживается ли у него или нет на на эту тему лучше читайте обзор от дмитрия колганова поясе пошлите шутечки про черный диван черный диван черный диван давно их не было вать лайфхак для гробницы прокачай настолько же насколько не жалко любой одноручную балову который сможешь носить двух руках и проходи эту локу фейс роллом скелеты будут любого удара разлетаться а кстати фейс ролл да я совершенно забыл про фейс ролл так я не здесь по-моему потерял свои а как же стрим баниров томаты или по ней больше не будет друзья баниров томаты я думаю больше не будет достаточно много время прошло да и я думаю многим она уже к сожалению не интересно а тут все таки dark soul скоро так заюзаем ловушку она конечно не убьет скелетов но пытается сбежали отлично главное забрать душе остальное неважно их там немного но они важны так лайфхак если ты рыжник не может забрать твою душу шутки за 30 за 350 давай надо было это надо было просто персонажа сделать рыжим тогда есть души потерянку они потерян навсегда до куда ты взялся скелет я думаю даже это можно не спрашивать могу за вас ответить интересуется тебе удобнее играть на геймпаде или на клаве на геймпаде да да конечно в этом же не разговаривали dark souls как бы на клаве по моему нереально играть и нет ну может быть конечно реально но это на мой взгляд неудобно вас не проснул смог пройти мир автоматы поэтому играть dark souls так и есть именно поэтому кукри и у меня теперь есть кукри сколько метрах а проектором сидите метров 5 да нет здесь метра 3 максимум 4 4 мне кажется 4 мне кажется 3 так здрасте мужчина шар где сейчас поедет по моему здесь есть нужна помощь что я ставил знак у следующего костра говорит панча хорошо мне до него еще добраться но он по моему как раз недалеко осталось так тут где-то должен кататься шар по моему как раз здесь шар шар ты где шар спаси помоги до смысле нет шара да не горит у меня возьмите рулетку кстати проектор при этом при всем то есть вы видите какую картинку он выдает он при этом стоит буквально в сантиметрах ну десяти двадцати от самой стены и нет уж меньше по диагонали к нему то полметра по диагонали но я имею виду именно от стены на сколько стоит проект 40 да нет а 40 ты там 20 сантиметров я думаю мужики мне поверят больше чем тебе нет меня глаза мир лучше сейчас по мере давай так не рулетка рулетка в ящике по моему во втором да ладно в смысле нету метр я ее туда возвращал я помню не помню когда в какой из разов лёши и брал сразу студию наступило время когда нужно все-таки но слушай посмотри в соседнем кабинете не сантиметр вот я и говорю да там тут сантиметров 20 смысле он еще живой это неправильно оцениваю нет сантиметров я лучше за какую 20 сантиметров как 40 картуз но я на самом деле больше всего в dark souls и в первый раз когда я проходил понравилось использовать именно все души все души все души все плохо собираемся силами нет но шаром веселее было да понятное дело шар шаром вы все эти за сантиметром здесь ладно да потом как-нибудь камеры переключите мы с ним и сами посмотрим да иди направо говорят а точно тут же есть шорткат я забыла не давать да там речь была о том что как долго проходишь там короче не забыл пришел к друзьям про спасибо что напомнили и мы прощаемся с даниилом который спалить всякую хрень пока до свидания даниил было не очень приятно так сюда вот так вот огненные стрелы тут совершенно забыл как вот туда от попасть правда не уверен что можно вообще туда попасть здрасте лучник мистер лучник до свидания мистер лучник так и по моему все вася тебе только по лестнице спускаться нужно найти анрии разве там мне казалось он в других такомах давайте поднимемся сейчас посмотрим хорошо я еще на тебя что скажу то что все таки ребят всегда учитывайте то что та картинка которая вам видна на стриме отличается от того что видимо качество всегда теряется мне казалось что анрии не не в этой части катакомб или все-таки в этой друзья анрии в двух местах здесь анри наверху наверху окей стой говорит sky на право а чарах прах остается если что от кого чара в смысле если его уничтожить я не знаю что можно уничтожить ладно так я так предполагаю что вот сюда судя по всему ты куда ты ну сейчас я иду правильно судя по задержке станет меня стой продолжается сантиметры сушки кстати вот интересно мими king есть все правильно помню да вот он анри привет привет если я правильно помню это кстати ник персонажа хотя здесь у любого можно такой не ладно можно ли ценить салара в dark souls 3 чего можно ли салара встретить насколько я помню нет но броню салара получить полностью можно уголь активирую говорят тебе да сейчас активирую чтобы валу разбить надо найти скелета в треугольнике они прячутся в треуголке да не чтобы остановить от я помню чтобы разбить разбить хорошо мне казалось что он просто как-то устанавливается с помощью а нет я вспомнил были друзья правда очень давно было прохождение первое и что-то прям вот совсем все забыл сколько можно найти фляг эстиса по-моему максимум то ли 15 то ли 16 всего но то есть осколков я так понимаю вы имеете ввиду всего я подразумеваю что в сумме здоровье лиманы там вы себя вот я убил как видите в треуголке но шарт все равно продолжает ехать или нет не макинг это я если что панчо панчо шар ломать который дальше по полам аж когда прилетел вниз вот горячий осколок кости спасибо да чувак себе пиромантику качал круто так и и и и и и если я правильно помню как раз я спрашиваю может эти салары в дартфолк 3 уже ответили что нет может только броню да лучше кто-то кстати у того спросите у кого-то в чате нет 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 отлично так вот кольцо капсо мое любимое кольцо и его сразу же одеваем молочное кольцо карту со на кстати вес 42 процента ну ладно еще не так все плохо так там еще помочь это валяется нет эти шубочки все можно разбивать да можно но вот как видишь здесь духе плохие живут а может что-то хорошее найти не прям внутри них обычно ничего не лежит насколько я помню сколько всего будет дополнение к дарт соусу 2 одно уже вышло и вот второе совершенно подходе вот вот будет можно кстати сделать вот так и умереть и умереть или нет затоптали так мы уже рядом с костром насколько я помню ай так аккуратненько обходим уголечек ходим дальше он там я еще что-то не подобрал так осколок титанита да 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 привет не помню так сейчас должно проехать костер идем потихонечку костерок и я вас славим солнца друг мой я не помню это решетка по-моему не поднимается во сколько завтра выходит DLC в полночь с понедельника на столбик да да есть теория насчет салара ведь дарксос 1 соляр позвалер червяку заползли себе в мозг чтобы найти свое солнце так вот в катакомбе меккартуса есть гигантский червь с которым выпадает чудо ситомое заклятие престол так вот теория состоит в том что этот червь есть соляр ну кстати неплохая теория да очень похожая на правду так я к сожалению не помню есть ли здесь еще что-то полезное из этого всего так помню что вот здесь тут что-то полезное должно быть а уголь здесь просто лежит значит просто помню что здесь что-то лежало а вот что здесь полезное я вспомнил сейчас его меч по-моему можно выбить или его щит или брони отойди да бороться с ним в коридоре конечно не очень отлично вот спасибо и кольцо а кольцо здесь выполнено я кстати совсем забыл что это за кольцо бейцы рыцарей на враги тратят больше выносливости при блоке атак неинтересно так двуручник в другом месте будет кто? двуручник двуручник а да точно он как раз в нижних катакомбах в каких-то ну в катакомбах короче каких-то мы еще раз встретим этого чувака насколько я помню именно призванного так ну в общем да покойся с миром так и здесь я плохо помню что нужно делать так ну он кстати нет игра нет это если что идти к червяку нужно будет что сейчас почему 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 вот отлично мост ломайся а вон анри стоит возле моста да вон анри стоял возле моста и я подзабыл к нему подойти или к нему подойти нужно уже после того как мы поговорим скажите друзья потому что я к сожалению плохо помню я помню что для того чтобы что наш вот этот вот чувак который нам нужен его охранник как раз внизу или мы после убийства можем вернуться к анри напишите пожалуйста после того как убьешь босса после того как убьешь так и сразу после этого кажется лучше до в чате вообще не могут определиться пойти потом вниз сгораться нужно до нужно до один говорит до босса еще говорит другой кто-то пишет после ну после пишет только sky опять огромное сообщение спиннирсоу там что-то бара-бум-бум текила это песенки он поет все нормально прощай спиннирсоу вообще разницы нет ну раз еще нет разницы может сначала лучше до подойти не ну чтоб наверняка ну насколько я помню я все-таки это все выполнял уже после босса в любом случае надо соврать и вообще лучше подойти к анри до гораться и после гораться ну значит до этого не важно что с этим боссом будет хорошо вообще мы вроде собирались на самом деле чтобы игра не лагала для начала а на самом деле мы собирались спидранить игру здрасте здрасте вальнир давно не виделись вальнир как ваши дела вальнир я лучше не буду так близко подходить потому что я помню что у него там еще какая-то очень странная дверь есть которая может очень быстро уйти так да стойте я даже ударить не успеваю он сейчас плеваться будет да набегаем набегаем то есть снова можем прибегать это было странно тут он какой-то тяжкий ты понял босс ау больно да учитывая что у него еще вот нужно разбить все вот эти браслеты потом что-то появится так что он плевать собраться нет он опять рукой что-то делает видите лея ты работаешь в игромании будешь в официальной основе появляться на стримах но и так вроде здесь не так уж что бред появляюсь да в общем да работаю если б я играла дима запомнил тут да мои слова все мы тут только в игрушки играем на самом деле да больше ничем не занимаемся нет кое-как ты сейчас смотрит сериалы я видела да правда еще музыку кто-то слушает да слушает музыку да кстати еще на прикопе сидит да свои постики там выкладывают да что не ничё ничё ой колесо уже появилось так чё всё что ли еееей давайте аплодисменты молодцы ребята дайте девушке поиграть не спасибо что-нибудь другое поиграем мне нравится играть но не мазохистка понятно нет ну сразу тебе есть серия соус вообще не симпатизирует серьезно даже я вот первое время как-то когда вот только выходил вот первые две части были какое-то время еще рвалась играть думал надо бы надо бы надо бы надо бы посмотрел на третью часть и что-то как-то думаю не знаю вообще интересы шоу и иритил самая красивая локация и самая хардкорная так давайте сначала светаем у меня еще 4 игры дома не пройдены 4 игры не пройдены 4 игры 4 игры какие нет она из них пройдена да я просто сейчас по вечерам играю либо в втором либо перепрохожу очень долгое путешествие да еще зашла в пиздец и ну это и это и викинги викинги еще викинги и все надо пройти а вы не дарксоус говорите да понимаете да так прощай прощай да прощай и начинает алло слышь привет алло очень отвечаешь алло вот меня больше всего почему то бесит именно это алло вот манера общения такая что что ты к чему это неверно так вася возьми косточку для собаки на баки на шуруйте кандрис скорее скорее живо бэро пошел кабанчиком метнулся у вас так продать я по-моему а нет есть ничего продать еще на один хватит так ли спасибо за ответ хорошая новость даже не важно что ты няша нет не хватает не важно так не важно что такое лох на я не знаю вот есть хотите меня забесить то вот пишите вот это вот на а я больше не обязательно баню а боже не стоит зачем регистрируетесь на твиче вроде как теперь можно менять ник если бы еще адрес можно было менять был вообще замечательный смысл почтовый адрес нет адрес слышь ну канала ну так с ником и меняется адрес канала с добрым утром нет нельзя так можно хорошо если так можно но вот проверь удачи теперь мне нужен человек который взломает канал twitch tv слышали и родно поменяет там ника я поменяю обратно готова заплатить это не договоримся так катакомба крамотка полетели в катакомба алландры нам полку не дал их до вас привет здрасьте здрасьте так как в дополнение дождаться полуночи я думаю все бы от этого бомбили да есть только в полночь можно попасть в эту новую локацию прям эпик бы был не кажется вот я кажется зря поторопился было очень странно но я почему-то жив хорошо так и пойдем поговорим санри здрасьте мужчина я хочу вас просто убить а вот как смысл игры в том чтобы убить босса всех убивать здесь необязательно защищать локации это вообще как бы дел 10 зачистка локации это так чисто для себя если хочешь прокачаться прям ну так чтобы не было проблемами нет это та же самая юбочка просто я человек и поэтому видишь у меня есть места которые ну не то что человек то есть я как это не сгораемый я забыл просто как это называется а выйти сделать все можно будет только с восходом солнца да 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 тихо все отлично так и да привет всем новым зрителям которые периодически к нам присоединяются так тогда давайте сделаем так просто пробежим до него ты пытаешься вспомнишь и ты хотел сделать спидран нет просто эти средствуются скелета в огромном количестве как-то он видишь там ясно с ним не нужно было разговаривать можно было просто сразу побежать туда да александр слушаем твой вопросик поясните что происходит хорошо видите умираем это dark souls да и кто в эфире василий копейкин или родно проектор от lg dark souls такой и какой-то мужик это мужик на заднем плане так шарик хотись катись к лицу еще уговорить с ними договорил может в смысле я с ним договорил он сказал я ему ответил нет он такой ну и хорошо нет так нет на нет и суда нет вот что он сказал в чем суть задание и за полку да и в них нужно позвонить шучу на самом деле тут в основном это именно прохожу добраться до босса убить его при этом прокачиваться по дороге собирать там все возможное оружие которое есть найти найти механику игры которая тебе подойдет потому что тут не все подходит да от попрежь брешь плоды плоды знаешь мне кажется надо делать уже такую короткую ссылку у нас на врачей есть ссылка есть ходить войти работать в гармонию то что-то надо куда отправить смысле я умер а я еще и все души потерял потому забыл их забрать очень часто вопрос как стрим на экран вывести через vk очень популярный вопрос я если что если вдруг попали вообще в первую очередь просто запишитесь на бета-тестирование в трансляции в vk все что вам для этого нужно все остальные инструкции будут написаны ну как они они уже написаны для тех кто кому предоставим доступ до всего сказывается счет я видим подзабыл как спуститься безопасно вниз у паши подвесной мост это лестница там как с лестницей вася хорошо ладно сейчас попробую но у меня почему-то не было активно не было активно возможность лезть по этой штуке так я по-моему сейчас весь суду потрачу так нет активно окей активно можете сигны нет сигны мы не делаем так вообще насколько я помню здесь там сверху еще и мимик стоит так для начала сделаем вот так вот где вот костер отлично чем у тебя глаза городский лет прекрати игра демона можно отправить на да 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 я вот говорю да когда себе 3 выйдет вы будете в ней играть обязательно я лично за этим прослежу чтобы прямо как только можно было стримить сказали что недели на 2 примерно можно будет я уже узнавала понятно а когда она там кстати точно выходит это все в середине апреля должна быть 14 апреля что скелет борется да да скелеты понятия так демон что-то там забыл демон скелет за мной бежит еще не бежит ты их стравил еще нет нет вот пытаюсь видишь куда-то ушел непонятно куда и непонятно зачем здрасьте у вас там все в порядке мужчине он хвост пострелялись мне кажется можно не узнаешь прыгнуть зацепиться за эти рашки и спинку не к сожалению так нельзя сделать мне можно упасть принципе и просто провести удар сверху давай панчу до встречи заглядывай на самом деле просит на диапазон похоже ну да это уже второй кстати такой демон мужа так тихо аккуратней аккуратно он там сейчас что-то сделает ну это все а он еще живой простите так вот теперь мертвый давай все душа демона это хорошо бежим наверх да спасибо кирилл за подписку ну спасибо за подписку так и остался мимик какие они все-таки смешные они меч напоминают здесь самое крутое то что по моему есть шанс выбить шлем в форме мимико только с ним играть вообще нереально потому что он периодически тебе снимает здоровье с периодичностью но при этом очень сильно повышает шанс выпадения предметов если я правильно помню блин я совершенно забыл что кирилл пожалуйста не надо спами стикерами вк очень пожалуйста это эти мешаешь всем и другим в первую очередь нам да да и нам читать чат ребята про что говорили что выйдет в апреле в апреле должна выйти сибирь 3 шапку выбивать через амулет да 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 амулет и перед мимиками юзаешь и идешь их убить так повязка какая-то отлично так туру 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 он мне горе напоминает книгу монстров из гарри поттера ну так вот тут это необязательная локация с необязательным боссом единственное что мы пойдем найдем сейчас приключение на свою пятую точку но я хотел найти на самом деле другое я сделаю спидран у меня спидраном не пахнет даже если я пойду чисто по это по боссам которые нужны для похождения игры вот тут может все таки получится когда-нибудь концовку сделать правильную спрашивает буквы ли будут эти стены ты понимаешь примерно полчаса это до скольки еще 6 ну да еще полчаса может быть побольше да мы начали попозже еще так у кого на боссы это на секретную концовку нет босс тут на секретную концовку не нужен секретную концовку здесь нужно только гораться убить гораться ребят на каждой площадке название игры написано в названии трансляции в приложении века лайф не видно а окей мы говорили нам уже об этом в прямом смысле века лайфа нет названия трансляции то это игра dark souls 3 а если ну попробуй возможно что есть можно просто знаешь как сбок нужно подвинуть и посмотреть ну давай ну давай как же игра называется да блин непонятно ничего хорошо хорошо ладно очень сложно хорошо эй какой-то мужик выйди опять какие-то мужики тут ходят телефонами тыкают так ладно а вы знаете что какой-то мужик с телефоном ходит здрасте это не самый червь который может быть нет червь там в другую сторону и он тут не босс он тут просто сбоку припеку тебе горячий привет от дани 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 Луций передает привет Даня Луций Даня Луций Даня Луций а как же на мертвых жениться по моему это действует на секретную концовку нет боссов там нет на секретную концовку здесь фишка только вот в этой миссии на гораться и на сейчас вот так вот вот так вот так так отлично теперь мне казалось я его убил это и лежит трупик почему-то не пропадает ладно что там еще пишут не знаю ничем с самым говорят если честно какие-то свои обнимашки у нас пока что зрители уже настолько хорошо друг друга знают что да что не знают нас и друг друга знают хорошо так я эту локу конечно же проходить не буду хотя по моему здесь как раз в катакомбах можно получить тот самый меч двуручный огромный о которой я говорил вроде бы ДС а вода не отравлена ну здесь не отравлена в локации с которой мы сегодня начинали там отравлена да ну тут просто и так вот как видите стоят огромные арбалеты в количестве трех по моему штук которые в тебя очень часто периодически стреляют так сюда мне интересно все-таки что обозначается вот этими тремя штуками потому что я плохо понимаю покажи всем червя алло я уже улетел алло во 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 пришел Нурманбет 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 алло тебя плохо слышать Нурманбет ай если концовка под названием узурпация огня то надо еще и на мертвой в Анорлонде жениться ну так вот я про свадьбу и говорил да на ней нужно жениться и для этого по моему боссы не нужны дополнительные всякие сейчас пытаться небось скай считает этого босса червя пасхалкой из дюны из дюны ну можно понять что с каждым большим червем такая ассоциация японцы навряд ли такое сделают да он пропал я думаю что японцы в курсе существования дюны там что-то лежит что ли блин там что-то лежит теперь да вы прикалываетесь мне теперь к нему бежать что ли так ладно давайте попробуем сбегать я конечно тут же помру и потеряю все свои 11 тысяч да здесь лежит предмет отлично да не пятна крови коснуться вот это вот что лежит или что это то есть я не могу это поднять я просто сюда прибежал сложно это назвать жениться скорее коня так перевода как ты думаешь что должно быть в оригинале без понятия надо просто смотреть концовку чтобы понять ладно я думал я что-то могу здесь поднять оказывается нет но кстати при этом скелета ежедневно по будням и сейчас стараемся по выходным тоже делать ну да периодически с приглашенными стримерами поэтому пожалуй сделаем так и побежим просто дальше это уголек который оставил анри чтобы горящий ее нашел хорошо нельзя там ничего взять да я понял уже так кстати не помню я не разжег здесь костер какой я молодец теперь он тоже он здесь так даже горячий костер и не горячий костер они не сильно внешне отличаются отличаются не сильно отличаются я не вижу так ладно блин я кстати не уверен что я пройду вот эту локацию сегодня летел там спуск вниз по мосту есть следующую локацию в смысле куда я ходил этого что ли захват за это загребать так сейчас здесь все будет печально и больно ну-ка есть кого призвать здесь а ребята наверно уже разошлись тех кому можно было призвать ну это я хотела нам помочь кто-то еще наверное ладно попробуем сейчас в одиночку завалить с первого раза но с первого раза у меня даже в первом прохождении не получалось ну кстати был побочный квест я помню да видимо он появляется после убийства этого а я вспомнил что тут дарксов хорошее ответ блин а я забыл где куколку брать беги просто беги до конца моста нет я с ним поборюсь и беда вася убивает огромных монстров слизней обороны скелетов убивать десятки раз ругается boobooy продолжают ките вперёд если заради того чтобы жениться на девушке так мило уже если мужике поправлю да умри ты уже вот и все правый глаз понтищика блин где-то здесь должен быть побочный квест мы попали он диаконов не прошел диаконов я прошел а да после диаконов мне дали этот предмет точно да я думал что и нет запрос забыл где она дается вот это лока насколько я помню вообще на самом деле не для одного потому что здесь будет завтра стрим проводит и какую игру да не можно по ссылке перейти на наш твич у нас там указано расписание и можно посмотреть какие стримы будут завтра и кто их будет проводить вернись на мост это знак призыва но что-то я как-то проходя по мосту его не нашел такой романтический пост запоролок и запоролок все отлично всем хай это дело все пока еще нет она станет доступным только поздно поздно ночью слышно по ночи точно не поздно ну хорошо ладно не поздно ночью но ночью сквозь и дополнение будет до дополни нас будет на стриме но завтра в 13 часов до 13 30 до кажется я согрел еще и такой неудачник удача если сравнить dark souls 2 3 часть можно сказать хорошая игра или нет то есть сейчас все душ минус 20000 минус 20000 мать вашу сравнение dark souls 2 после прохождения dark souls 3 но это вы загнули друзья слушайте тут уже сложно сравнивать не просто если дать оценку dark souls 2 2 неплохой то есть прохождение даже соус 3 моё впечатление так dark souls 2 никак не он остается таким же хорошим что такое киномод киномод наш регулярная передача про мир кино сериалов и всякое разное про всякое разное тоже бывает ну да там живое обсуждение с двумя ведущими так что это забавный вопрос почему перестали играть зельду просто потому что это уже перестало быть актуальным да и многим я думаю не очень мы же не можем по каждой игре делать полное прохождение и там играть все часами игр много а нас не слишком ну и времени эфирного времени к сожалению не так много да так аналог кинологов кинологи это про другое извините не 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 есть такая передача у другого твич канала называется кинологи но там ребята обсуждают те фильмы на которые им донатят если я правильно помню вот а тут ребята просто задают общую тему общаться со зрителями и прощаемся с несколькими зрителями лука иван волков пожалуйста не надо спамить другие граждане просто ведут себя плохо до уважение к стримерам до до его просто ребят стикеры в контакте они мешают всем они мешают нам считать нормальный чат они мешают другим участникам нормально просто если я в тебя выстрою что сразу щит поставил да умный такой сюда идея щит убери не долетит еще бы лучше собрать меч возьми мать твою привет всем новоприбывшим зрителям упс называется упс а сами происходит аж там конце игры да и с вами происходит аж там конце игры или раньше да в самом конце жалко блин жалко не увижу да ну на ю тубе очень много где всток привет пойдем без тебя я тут уж точно не справлюсь я помню как я горел когда в первый раз попал в эту локацию и понял сразу для себя что нет я тут в одиночку вообще просто ничего не смогу в этом месте лучше раши для костра ну не в этом то есть вот этих вот троих лучше убить потому что они насколько я помню очень долго за тобой идут почему игровые журналы делают вторые каналы про фильмы и кино сделать про книги я такое посмотрел было бы интересно у нас есть издательство есть журнал мир фантастики там вы можете больше прочитать про книги ну и сайт есть есть что друзья мир фрук видео канал просто по книгам на мой взгляд очень как-то странно делалось по причине того что мы же не будем показывать показывать как мы перелистываем книгу и обзор книги как она по качеству и тому подобное передачи формате что почитать заменю что почитать за место что вышло интересное книгологи кстати есть недома деле у кого-то появится какая-нибудь такая передача друзья вы знаете откуда это пошло мы его третьим книгомодом книгомодом да мода книгомодом ладно пятничная передача в блоке она орландо видно с этого костра замок да видно отсюда мне правда уже не помню вот он да вот он если я правильно помню сейчас происходит подготовка более в dlc да почти что так завтра будем гореть еще больше просто вот и все говорите про рашки давайте попробуем прорашить помню здесь тут мужчина стоит не очень хороший ай вот вот этот вот вот с вот этими вот друзьями еще вот там сверху еще один такой так здесь где вход чёрт 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 недорожим видео передачи для любителей читать вообще было бы круто на самом деле сделать что-нибудь вроде модель для сборки не вот во времена моей юности очень нравилось модель для сборки я постоянно перед сном слушал именно рассказы какие-нибудь не все правильно помнят а вот коп как раз ее в то время вас озвучивал но могу ошибаться но по-моему все таки или репетур не репетур по моему вот совершенно замечательная передача в то время нашла по радио в том плане что мне не все таки не удобно на слух воспринимать аудиокниги на мой взгляд в дороге вот прям такой формат если вы такие же не вы как я вот но в принципе мне просто нравилась именно озвучка именно музыка которая там я вспомнил я пришёл я зарашил ей я сделает лично я сделали так вот сейчас главное не зафейлить а тут все хорошо ладно видимо все норм так а вот что дальше делать для секретной концовки я не помню где свадьба до свадьбы еще далеко так здесь есть возможность кого-то призвать пока что нет не будете убивать челика челика который я помню для серии для секретной концовки его как раз не нужно убивать если я правильно помню так кто такой диван может дать имя нашему дивану как вы думаете гоша гоша жора муха диван гоша по-моему гоша и жора это вообще одно и то же ну в принципе да вот на кеньте тушь более похоже на францию сейчас еще был плащ и за что это так со мной сделано что больше могут звать игоря ажора это например георгий да георгий жора и георгий и боши это вообще одно и то же как не сладан диван инакентий хорошо петрович инакентий петрович инакентий петрович инакентий петрович поговорить с юрией хромя огня пойдемте поговорим называется свадьбы ну чё началось то спойлеры что за спойлер то начались и кстати не видел их правда ролик ну то есть концовку эту ролик с концовка вот он станет твоим супругом сейчас его пестует мой друг когда настанет время ты сможешь с ним познакомиться почему ты не принимаешь брак так все окей она говорит про свадьбу а в чем вообще смысл жениться здесь еще одна концовка не понимаю по-моему един это единственная концовка в которой мир в итоге спасается нет а в чем вот как этому подводится решение что главный герой никого внезапно хопа и собирается жениться потому что ты понимаешь что он своим избранником говорят про свадьбу ну говорят про свадьбу а сколько я понимаю нет даже не знакомы с анри но вот знакомым и в первый раз встречаем с ним знакомимся он рассказывают так это второй раз когда мы упускаем грабить пускай идет у нас еще продать есть чё продать типа сантры можем ли мы чё скрафтить прощай до встречи удачной охоты знаете сейчас сколько-то пистонет а жениться тебе кого-то там пистонет даже не цене все нормально все правильно так вы уважаемый король встречаешь ты нпс и в каком моменте вы с этим нпс и решаете что вам нужно жениться мы не решаем это решает за у нас за вас решать или сейчас увидела почему для чего это делается так нужно для чего просто просто потому что не мы такие жизнь такая знаешь как говорят чтобы вот стать по вы повелителем пола хришьте говорят так церковь ёршки не не помню где босс друзья хоть и кстати к луковому рыцарю кажется в ту сторону босс но помните пожалуйста в ту ли сторону босс или примей будет все-таки здесь пройти а жениться нужно для ритуала чтобы стать повелителем полах здрасте я знаю что вы здесь но я не буду вас убивать мужчина так вообще по моему ему можно показать какое-то какое-то действие и он тогда мы тоже станет ну то есть не убивая даст тебе это заклинание превращение что здесь написано видение толстяк да я толстяк спасибо очень приятная игра и похоже что не знаешь чтобы за свадьба не знаю поэтому я хочу посмотреть да нам нужно идти туда где луковый рыцарь окей давайте попробуем зараж тогда-то туда стаминки конечно поднять потому что я прям очень сильно не хватает здесь помочь это лежит или нет так мне вот кстати интересно вот эта собака которую я убивал в самом начале она по сюжету у меня появлялась потом сюжета по прохождению появлялась потом раза три или четыре насколько я помню мне интересно если я убил вначале он дальше не будет появляться что или только или точно так же здравствуйте невидимки я помню про вас но убивать я вас конечно же не буду так до 1 проводка странно это было давно потом сюда зачем играем играем сейчас на ума сюда нас геймпадом да да играем на пока с геймпадом потом вот сюда так и вот сюда вот тут у меня появлялась собака потом во второй раз нет она не появится это хорошо а здесь в воде он может бегать вот там где я был он не мог бегать здесь мой ой 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 я вот про вас совсем забыл женщины простите это женщина лишь волосы или ты думаешь что это просто рокер может быть может быть или все-таки собака сейчас появится ну-ка здесь у нас все-таки здесь вам появлялась чем-то был собаку ну да и вправо не появится не знаю видишь мне теперь легче дальше по прохождению потому что мне приходилось тогда здесь от нее убегать или прям здесь не бороться вот а так я убил в принципе на нас так не можно убегать каждый раз ну да просто убегать в какой-то момент по моему появится моба которые обычные такие же как этот это собаку если не убить отправить серокрыса в иритил то он погибнет свадьба это ошибка перевода там говорят что анри это суженый нахожу ли ты птиц под храмом и отдавал ли ты им предметы ну не под храмом а над храмом лена кого бы из дарк соус ты бы хотел сделать косты ни на кого как-то меня не вдохновляет серия заказала рука вы лиц и мы не помним что здесь не нужно сделать и сейчас да привет сигард сег брау так и вот теперь по моему ожидание длс да уже скоро выйдет завтра будет его стримить так что заглядывайте правда пройти я скорее всего с этим сохранением и за 100 тысяч миллионов за 100 тысяч миллионов я конечно же могу сделать косплей персонажа дарк соус да только заплатить деньги вперед как говорится далее есть такое как бы для себя я выберу других персонажей я не помню к сожалению что нужно если уж я плачу сама за косплей друзья подскажите по поводу сигварда можете просто не в курсе на кого косплей вообще хотела бы сделать эти шутки там чувак показал на посуду и сказал впереди требуется женщина а ты хочешь знать для кого косплей вообще хотел бы сделать из всех это игры и фильмов меня очень много очень много пожеланий мне кажется вам надо есть слушать с этими рыцарями не так я помню что там наверху вроде неплохое оружие тоже лежит или нет могу сказать про ближайшие планы тут так за мной что убежать и будешь каких окей я в ближайшее время сделаю двух волшебниц из ой собаки сам песики песики не люблю песиков ближайшее время сделал двух волшебниц из димака сначала цинтию вторая часть и потом а сервера на дыр все-таки я подписалась на косплее по элой из харази дирадан ты конечно уже стал за последнее время прям очень моментально и до выхода игры игрок 6 спасибо за подписку спасибо 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 что с нами что еще в ближайшее время надо сделать плюща и надо бы сделать рога зэксменов чтобы в чем было потусить но все равно хочу очень этих персонажей четко откладываю откладываю надо бы мне кажется клеток сделать блока несложно косплей на гг из лиц не собираешься сделать с какой элиты знаешь о чем речь главная героиня из элиты или динжин я тоже не знаю вылит динжин вообще когда-нибудь главные героини элиты элиты или элиты или с моноклем и этим как его колпаком с цилиндром вот вспомним цилиндр от называется у меня же был косплей золоченым маленьким биноклем и не туда бегу если честно друзья я помню что здесь есть развилка можно пойти вот налево можно пройти вам туда вперед вперед к йорму йорм не совсем обязательный и отказывайте вася куда идти до так что есть кто-то с на распространитель с огня нет во первых его так уже сделали в количестве во вторых ну не знаю мне скучный серый костюм интересует я бы я я уж не сером не уже белое одеяние хранитель с огня нет 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 посмотрим у нее серый костюм оттенков серого сколько несколько оттенка 3 или 4 разных серебрист у меня светло-серые вот это вот на плечах вышитая фигня у нее тут темно-серый с мелочкой с меланжем ткань здесь не вышивка я забыли костюмным я не просто была семьяш мне вот такой сделали подарили были вы заказали я вообще для ролевок например для любых использовал куда-нибудь на выезды но сам по себе так точно как-то но я не знаю я вам обязательно как раз нужно вернуться до после йорма возвращаешься первую локацию и танцовщицы прямо беги там костер будет так окей а вот эти вот все замком это как раз побочные до косплей гаечки но когда-нибудь может сделаю так just for party я все хочу это сделать и прилу из канала до 6 канала до из 6 канала здравствуйте костюм для ролевых игр у меня много котенок для ролевых игр я на них регулярно езжу вот вася пригласил он заинтересовался попросить начиная с собой его взять чего собой сегодня говорит искать еще раз я позвать чего ты понимаешь что люди там про другие ролевые игры спрашивают неважно твоих проблемах я просил не на ролевые игры меня позвать на квест друзья это был не квест была ролевая игра ты меня я думал что это квеста не ролевая игра я уж не знаю чем вы там занимаетесь я хотел на квест пойти я тебе четко сказала у нас была ролевая игра я услышал квест я услышал слово квест я соглашался на квест я тут делаю я даже остановился и не помню чем не очень делать нужно ты тут блин я на квест соглашался на какие ролевые игры там больших компаниях и не соглашался 60 человек человек это сам первой игре был 100 человек и на всю ночь что я пожалуй откажусь так подскажите еще раз друзья нет я не соглашаюсь друзья подскажите мне сейчас к йорму идти или все-таки вернуться в замок и там всех завалить домой сидим говорит еще это они от меня бегут то пойдемте к йорму тогда с грибом то на башке да а вот ты откуда взялся мать твою тебя сюда не звали мужчина о боже я не помню чтобы вы тут стояли ребята честно так йорму открывайся домой не пустит здрасте вот вас я уж точно не помню а у ничего ся ничего ся я не помню чтобы я с ним сражался есть честно с ним или с ней я сейчас он из 8 . удивляется что где только какие-то дни ассоциация на слова оттенки серого ролевая игра меня сейчас да да от веточка да да ауч токалва ты можешь остановиться пожалуйста это вообще было больно нет я не буду делать коспей на Сильвану я хочу другого персонажа из бога где в кино и донат чтобы Вася ввел костюм в костюме медсестры поиграть за хоспитал смотря сколько вы готовы на это вложиться ну там не можно в самом деле передадать просто по заявкам и все дима не подсказывай им эти схемы дима подсказывает всем схемы ролевые ролевые квесты на природе под луной друзья я думаю на этом мы на сегодня закончим потому что я уже сгорел время достаточно поздно и я хочу вам еще раз напомнить что сегодня мы с вами играли в классной передаче игромания на диване с вот таким вот маленьким прикольненьким проектом который выдает вот такую большую замечательную картинку померяем обязательно к следующему разу всем спасибо что смотрели спасибо что комментировали задавали свои вопросы играли с нами был рад всем вам за подписки тоже спасибо увидимся с вами завтра увидимся с вами завтра всем пока до встречи до встречи до встречи до встречи